Валерия Дубинина – молодой учитель английского языка 101-го городского лицея. Девушка совмещает учебу в педагогическом университете на пятом курсе и любимую работу. Чтобы в будущем стать профессионалом своего дела, набирается опыта уже сейчас. Помогает ей в этом учитель-наставник Любовь Александровна. Со своим старшим помощником молодой педагог на связи 24 на 7. Основная задача – дать совет по проведению урока, а потом вместе сесть и проанализировать его, разобрать ошибки и, конечно же, поддержать подопечного морально. Вместе с учителем-наставником Валерия посещает форумы и мастер-классы. Любовь Александровна никогда жестко не критикует, она всегда поддерживает, даже если что-то ты сделал не так. Это очень важно, потому что, когда есть жесткая критика, то человек теряется, у него пропадает желание дальше работать, не хочет работать с детьми, не хочет вообще продолжать свою деятельность. А если человека поддерживают, то он будет с интересом и с любовью идти на работу. Для работы в школе недостаточно просто обладать знаниями. После окончания педагогического университета молодым учителям уже на практике предстоит углубиться в нюансы профессии. А подводных камней много. В этом и помогают наставники. Если учиться, то у лучших. Именно Любовь Александровна привила любовь к иностранному языку Валерии, когда та еще была ученицей. А сейчас школьный учитель в роли наставника дает советы по педагогическому мастерству своей бывшей ученицы. Мне, конечно же, хочется, чтобы молодые педагоги приходили в школы, оставались здесь. И такая деятельность, когда у молодого педагога есть наставник, конечно, помогает им комфортно себя чувствовать в первые годы своей педагогической деятельности. Директор Центра образовательной и проектной исследовательской деятельности Института образования Тамара Ашлапова говорит, что система наставничества имеет богатейшую историю. Однако образование не стоит на месте. Появляются новые технологии и к наставничеству предъявляются новые требования. Специалисты профильного министерства уверены, что совместная работа опытного и молодого учителя поможет сохранить лучшие образовательные практики и повысить качество обучения. В регионе сменилась парадигма, и система наставничества уже стала процессом, в котором очень много взаимосвязанных звеньев. Это, безусловно, создание и профессионального сообщества педагогов-наставников, ассоциации педагогов-наставников. Это место, где обсуждаются проблемы наставничества. Акция «Час с наставником» пройдет одновременно в 150 школах и детских садах Ульяновской области. Своим опытом поделятся заслуженные учителя. Кроме того, теперь учителя-наставники и сами будут получать поддержку. В регионе принят закон об особом статусе педагогических работников. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.